Общие настройки. Вкладка настройки WordPress. Одна из самых, наверное, важных вкладок в движке WordPress. Здесь настройки разбиты по категориям. И давайте начнем сверху. Общие. Первая демо. Вы помните, мы писали это при создании, при установке WordPress на хостинг. Это демо у нас вот здесь. Как я и говорил ранее, это можно отключить в теме Astra. Здесь вообще нужно писать заголовок. Главное ключевое слово вашего сайта. Название сайта. Здесь вы можете писать одно-два предложения о писании сайта. Обязательно надо заменить, не оставлять здесь по умолчанию вот эти вот данные. Здесь ничего не трогаем. Здесь можно поменять email. Про email будет отдельная информация по поводу email, привязанного к домену. Я уже говорил об этом. Чтобы с сайта получать уведомления, чтобы они доходили до вас. Здесь нужен специальный email. Позже об этом я скажу, что нужно вам сделать, чтобы у вас все работало. Членство. Если любой может зарегистрироваться, то есть если у вас на сайте организовано виджет, например, в этой области, где надо ввести логин и пароль и ссылка для зарегистрироваться, то надо здесь поставить, любой может зарегистрироваться. Дальше. Роль нового пользователя. Подписчик. Ну, по сути, просто зарегистрированный пользователь. Так, здесь ничего не трогаем. Изык русский. Часовой пояс свой можете выставлять. Формат даты. Формат времени. Эти форматы обычно могут выводиться здесь на блоге, когда создана статья. У меня не выводится. Скорее всего, надо это включить в настройках темы Astra. И первый день недели можно выбрать здесь. Смотрим дальше. Следующее у нас написание. Основная рубрика. Можно сразу указать, будет автоматически подставляться. Формат записи. Здесь на самом деле тема должна поддерживать формат записи. Не все темы, далеко не все поддерживают форматы. Что это за форматы. Например, если видео формат, то внешний вид создания записи немного меняется. И видео файл, возможно, будет выглядеть несколько по-другому. Но это надо реально смотреть, пробовать. Здесь, в принципе, можете как бы ничего не выбирать. Здесь тоже особо больше вникать вам не обязательно. Идем дальше. Чтение. Вот здесь вот давайте подробнее остановимся. Ваши последние записи по умолчанию стоит. На главной выводится. Это как понять? Если я кликаю по логотипу, вот они, последние записи. Три штуки. Если я кликаю на главной, у меня показывается главная страница, которую мы с вами еще не оформили, которую мы с вами оформим позже в уроках. И идет несоответствие. По идее, логотип должен вести тоже на главную. Но он ведет на последние записи. Здесь уже вы сами решаете. Если вы хотите, чтобы главная страница вела на последней записи, тогда так и оставляем. Но тогда главную страницу нужно тоже сделать, чтобы вела на последние записи. Я хочу, чтобы главная страница была статичная, просто с общей информацией там обо мне, например. Поэтому я здесь выбираю статичная страница, и тогда надо выбрать главная статичная страница. Страница записей. Здесь пока я ничего не выбираю. Также на странице блога отображать не более 10 записей. Это значит, что когда у вас будет здесь 10 записей, внизу появится постраничная навигация. 1, 2, 3 страничка. И вы решаете, сколько на странице отображать записей. РРС-отображение этого, скорее всего, не нужно. И видимый для поисковых систем. Если это реальный сайт, конечно, галочку мы здесь не ставим. Потому что нам нужно, чтобы индексировался наш сайт. Индексировался, это значит, что наш сайт люди смогут находить в интернете по ключевым запросам нашего сайта. Если изменения вы какие-то внесли, не забывайте нажать на кнопку «Сохранить изменения». Следующее у нас обсуждение. Здесь мы с вами уже частично касались. Здесь я не буду детально останавливаться. Здесь, я думаю, все понятно. Просто читайте, отмечайте галочками то, что вам нужно. Здесь более тонко можно настроить, как будет работать, например, «Система комментариев». Ниже вы можете указать запрещенные слова, чтобы в комментариях не использовалось. А давайте с вами дальше посмотрим. Медиафайлы мы тоже здесь с вами смотрели. Здесь, как правило, я сюда тоже никогда не захожу, ничего не меняю. В редких случаях вы сюда будете заходить, менять размеры, миниатюру и средних изображений и так далее. А вот постоянная ссылка. Здесь мы с вами остановимся поподробнее. Здесь обязательно нам нужно внести изменения. Изначально, когда вы WordPress установили, у вас будет просто вот такая вот ссылка. Смотрите, посмотрим на сайте. Например, мы перейдем в какую-то страницу и обратим внимание в адресную строку. То есть вот это у нас называется ЧПУ – Человеческие понятные урлы. Изначально они у нас непонятные и неправильно выглядящие. Здесь должно действительно написано название категории латинскими, название статьи также. А это у нас непонятно что. То есть так оставлять нельзя ни в коем случае. Здесь есть несколько вариантов. Я предлагаю выбрать вот этот вариант. Здесь сразу подставляется PostName. Видите, вот здесь мы здесь изменения с вами не вносим. PostName – это значит будет подставляться имя нашей статьи. Давайте на этом уровне нажму «Сохранить изменения». Пойду на сайт, обновлю страницу и мы увидим 404-ю страницу. Ошибка. Страница не найдена. Потому что по новому адресу такой статьи он не находит. Нажимаю просто «Назад», чтобы просто попасть на главную. Обновляю страницу и еще раз перехожу, например, у нас. И теперь мы видим правильный, ну почти правильный ЧПУ. Ну или ссылка. Идет адрес сайта. Касая черта. Название страницы. Если я перейду в блок «Джумла», то здесь будет подставляться название, ну категория и «Джумла». Если я зайду в статью, то сразу подставляется все от «Джумла», название статьи. В принципе, подход правильный. Но сейчас поговорим по поводу русских букв в ссылке. Если хотите, чтобы, переходя на развернутую какую-то статью, был полный путь в ссылке, что, наверное, правильно. То есть после вашего основного адреса идет название рубрики, а потом только название статьи. Тогда вот здесь внизу есть такие кнопки. Категории. Если я оставлю, вот здесь подставляется категория. Но категория будет после статьи, что неправильно. Поэтому «Постнейм» убираю. Категория остается. Еще раз нажимаю «Постнейм». Выбираю сначала категорию, потом «Постнейм». Вот правильный порядок. И также вы должны понимать, что здесь вы можете вот этими кнопками выбрать то, что вы хотите видеть в ссылке. Здесь может быть «Постайди» и так далее. Но, как правило, вам здесь больше ничего не надо. Вот это вот идеальный расклад. Давайте посмотрим. Сохраним. Пойду на сайт. Кликаю по главной. Давайте перейду в блок «Джумла». Смотрите, как получается категории «Джумла». Перехожу в статью. Подставляется «Джумла». То есть правильный путь. Адрес сайта. Категория. И потом «Статья». Вот так, в принципе, можно оставить. И для тех, кто не знает, вот эти вот манипуляции с ссылками, вам обязательно нужно с этим определиться до того, как вы добавите ваш сайт в поисковые системы Яндекса и Google. То есть это последний уже этап, последний шаг, который мы будем производить в конце этого курса. То есть что получается? Ссылки у нас уже заданы. Сайт мы добавили в поисковые машины. Сайт начал наш индексироваться, и нас люди находят. Вот, например, по этим урлам. После этого вдруг вы решите здесь поменять ссылки, и люди по старым запросам через интернет будут попадать на страницу 404. То есть страница и найдена. И таким образом этих людей вы будете терять. Эти люди будут уходить. И потребуется время, пока поисковые системы переиндексируют ваши новые ссылки. Уйдут месяцы. Знайте об этом. Осталась последняя муха в супе. Что делать с русскими альясами? Скажем, если у вас все заголовки на английском языке, тогда проблем не будет. Как это видно с категорией. Она на английском языке джумла. Здесь все в порядке. Но если у вас русский сайт и в русских заголовках, точнее в заголовках вашего сайта русские буквы, русские слова, то альяс будет на русском. Так оставлять тоже нельзя. И тут два пути. Либо мы после создания каждой статьи вручную переименовываем альяс. Ну, то есть вот это называется альяс в ссылке, да? То есть псевдоним нашего заголовка. Заголовки могут быть на русском в статьях, но в ссылке нельзя, чтобы они были на русском языке. Вот такой момент здесь есть. И как я уже сказал, два пути. Первый путь. Руками переименовываем каждый заголовок. Второй путь. Чтобы не заморачиваться, ставим специальный плагин. Я покажу в отдельном уроке, что за плагин. Этот плагин автоматически будет у вас менять русские названия в ссылке. Конечно, не хотелось бы ставить плагин. Хотелось бы, чтобы в ядре WordPress это уже было. Потому что это вообще основа. Почему разработчики WordPress до сих пор не сделали, чтобы автоматически менялся правильный URL, я не знаю. Но решается это все бесплатным плагином. Если все-таки плагин не хотите ставить, что делаем? Переходим в запись. Вот наши записи. Захожу в запись. В настройках статьи находим вот здесь вот блок постоянной ссылки. У вас здесь будет, ну вот как у меня, русские слова. Здесь вы можете менять. Скопируйте целиком этот URL. Можно пройти, например, в Яндекс.Переводчик. И придется вам вот так вот заморачиваться или руками переименовывать. Заголовки. То есть, если вы знаете английский, будет проще, конечно, вам переименовать. И здесь вот так вот проставляем, нажимаем обновить. Здесь автоматически вы теперь видите нормальный альянс. Название сайта, джумала и никаких русских букв в названии ссылки. Запомните это, как правило. Это важный момент, относящийся к все оптимизации сайта и вообще к чистоте и красоте сайта. И поисковики тоже любят короткие, красивые ссылки, чтобы не было ничего лишнего. От этого тоже напрямую зависит индексация вашего сайта, качество индексации сайта. И вот после этого вы уже решаете. Будете вы заморачиваться каждый раз, менять ссылку при создании новой статьи. Или мы ставим маленький бесплатный плагин, который автоматически будет переименовывать наши русские заголовки английскими буквами. То есть он даже будет не переводить, переводить не на английский язык, а по сути просто будет писать английскими буквами по-русски. Про ссылки здесь все. У нас с вами остается приватность. Здесь ничего нету. В принципе, просто указана страница политика конфиденциальности, где можно создать новую страницу. Здесь, в принципе, ничего вам менять не надо. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok